Решил смастерить стеллаж для компактного хранения всякой всячины, которая занимает слишком много места в подсобном помещении и мастерской. Я ничего не буду покупать для этого. Все сделаю из остатков материалов после стройки дома. В ход пойдут обрезки бруса 40 на 50 миллиметров, остатки дюймовой доски и пара кусков плиты ОСБ. Крепить буду все на саморезы. Как говорится, глаза боятся, а руки ленятся. Для начала надо решить, где будет стоять стеллаж и какие будут его размеры. В этом главный плюс. Ведь подобрать точно подходящий по размеру готовый стеллаж вряд ли получится. В моем случае подойдет высота 230 сантиметров, ширина 120 сантиметров, глубина 60 сантиметров. Полок будет пять. Напилив циркулярной пилой все составные части конструкции по размеру, скручу их саморезами. Основа конструкции это две несущие боковины, соответствующие высоте и глубине стеллажа. Саморезы были коротковаты. Пришлось засверлить в стойках отверстия, чтобы углубить эти саморезы и прочно закрепить поперечные бруски для опоры полок. Внизу стены проходят трубы отопления. Поэтому пришлось сместить задние вертикальные опоры на 5 сантиметров от стены. К стене крепить стеллаж я не буду. И его можно будет легко переместить в другое место при необходимости. Теперь начну крепить к горизонтальным брускам доски для полок обычными черными саморезами. Пришлось положить на бок конструкцию, чтобы плотно стянуть весь каркас. И теперь, чтобы стеллаж не шатался вперед-назад и в стороны, прикреплю по диагоналям 4 бруска. Два в боковины и два на задней части. Для этого примерю по месту брус, отмечу место спила и отпилю брусок под нужным углом. Велика у стула ножка. Подпилю еще немножко. Треснул брусок, когда закручивал саморез. Не проблема. Просверлю рядом отверстие и через него вкручу саморез. Удобнее сначала наживить саморез в брусок, а потом приложить по месту брусок и закрутить саморез. Конечно, лучше было бы все эти доски зачистить наждачной шкуркой и покрыть лаком до начала сборки. Но я как представил, сколько будет пылища. И отказался от этой затеи. Летом на улице другое дело. Но до лета еще далеко, а стеллаж уже сейчас нужен. Пришлось пойти на очередную авантюру. И ничем не обработанные доски я покрыл акриловым лаком по дереву. Ведь по большому счету теперь деревянная пыль с досок сильно пачкать не будет. И это главное. А внешний вид стеллажа все равно почти весь закроется барахлом, которое будет на нем лежать. Однако вы же можете сделать все правильно, как положено. Вы же для себя это будете делать, как я понимаю. А я начну загружать стеллаж. Субтитры создавал DimaTorzok